Бойцы невидимого фронта. Именно так можно назвать медицинский персонал отделения анестезиологии и реанимации Азбестовской больницы. 1 января 2020 года отделению исполнилось 40 лет. Начнем с истоков. В далеком 1964 году в городскую больницу пришла работать медицинская сестра-анестезист Суркова Нина Федотовна. А позже, в 1965 году, в больнице появился и первый врач-анестезиолог Гладкий Галина Федоровна. С этого момента в больнице Азбеста началось оказание квалифицированного анестезиологического пособия при оперативных вмешательствах. Свою работу они начинали на маске эсмарха. Данный прибор был предназначен для наркоза. И стареньком, но безотказном аппарате УНА шло время, росло количество операций, в том числе сложных. Возникла необходимость увеличения числа врачей-анестезиологов и медсестер-анестезистов. Тогда в каждом отделении были сформированы анестезиологические бригады. Это были врачи-анестезиологи Самойлова Ирина Владимировна, Костецка Людмила Ивановна, Шлейхер Владимир Фридрихович, Бурда Галина Григорьевна и первые медицинские сестры-анестезисты Альберт Ида Петровна, Феер Лидия Робертовна, Реснянская Валентина Ивановна, Титаренко Людмила Павловна. Учитывая возрастающую потребность в анестезиологической помощи, а также с целью улучшения работы анестезиологической службы, по инициативе врача-анестезиолога Владимира Фридриховича Шлейхера С 1 января 1980 года все бригады объединили в одно отделение, которое он возглавил. Разместилось вновь созданное отделение в здании старой хирургии. Тут находилась палата реанимации на две койки и реанимационный зал с одной койкой. В палате реанимации изначально лежали пациенты с тяжелыми отравлениями, черепно-мозговыми травмами, тяжелые послеоперационные больные, тяжелые кардиологические больные. Имелось хорошее оборудование, следящая аппаратура. Населению начали оказывать круглосуточную анестезиологическую реанимационную помощь. Спустя 6 лет, в 1986 году, отделение переехало в новое здание хирургического корпуса, расположилось на пятом этаже стационара, имело 6 койко-мест. Позже их число увеличилось. За 40 лет работы отделения анестезиологии и реанимации было 3 заведующих. Самый длительный период, начиная с момента основания и до 2016 года, то есть 36 лет, отделением грамотно руководил Шлейхер Владимир Фридрихович. Коллеги вспоминают, по своей натуре он был человеком неравнодушным, хотел внедрять новое, идти в ногу с медицинскими достижениями. У него это успешно получалось. Отделение развивалось, приобреталось современное оборудование, применялись новые методики. Делалось все, чтобы больным оказывалась вся необходимая квалифицированная помощь. Пациенты помнят его только добрыми словами. Владимир Шлейхер был врач от Бога, замечательный руководитель и человек. Собрал возле себя профессиональный, дружный, сплоченный коллектив единомышленников. В 2015 году за свой многолетний, безупречный, добросовестный труд Владимир Фридрихович был признан лучшим врачом года. Это поистине заслуженная награда. Владимир Шлейхер до конца своих дней служил любимой профессии. Честный, порядочный, принципиальный, умеющий отстаивать интересы отделения, коллег, пациентов. В трудную минуту готовый подставить плечо поддержки. Память о Владимире Шлейхере будет жить вечно. С 2016 по 2018 год отделением заведовал Кабанов Сергей Михайлович. С 1 июня 2018 и по сегодняшнее время – Маточкин Александр Иванович. За годы работы отделения здесь трудилось немало отличных врачей-анестезиологов, отдавших значительную часть своей трудовой жизни. Это Девятков Александр Валерьевич, Печняков Петр Петрович и многие другие. Опытные медицинские сестры-анестезисты Казионова Татьяна Афанасьевна, Титаренко Людмила Павловна, которая более 20 лет занимала должность старшей медицинской сестры. И другие замечательные медсестры-анестезисты. Необходимо вспомнить добрыми словами и тех высококлассных врачей-анестезиологов, которых, к сожалению, уже нет – Владыгина Михаила Александровича и Макарова Владимира Алексеевича. В настоящий момент в отделении работают 8 квалифицированных врачей-анестезиологов-ренематологов. Это Костецкая Людмила Ивановна, принимавшая участие в создании отделения, Маточкин Александр Иванович, Шиманов Игорь Вадимович, Осовских Павел Николаевич, Старченко Марина Юрьевна. У них уверенно перенимают навыки и умения начинающие врачи-анестезиологи. Будущее отделение – Урванцев Евгений Владимирович, Берсенев Павел Андреевич, Райковский Антон Вячеславович. Также в отделении работают 23 медицинских сестры-анестезиста. Это 23 главных помощника врачей, высококлассные специалисты. Большинство из них имеют большой опыт и стаж работы. Шлейхер Ирина Анатольевна и Кузик Людмила Михайловна трудятся в отделении с момента его образования. Младший персонал составляет 5 сотрудников, чей труд также немаловажен в работе отделения. По двум направлениям ведется работа в отделении анестезиологии и реанимации. Первое – это оказание неотложной медицинской помощи тяжелым больным с различной этиологией, поступившим в реанимацию. Проведение реанимационных мероприятий. И второе направление – анестезиологическое сопровождение пациентов до, во время и после операции. Сейчас отделение имеет в своем составе 7 анестезиологических бригад в операционном блоке и родильном отделении, а также палату интенсивной терапии на 8 коек и палату постнаркозного восстановления на 2 койки. В интенсивной терапии применяются современные методики искусственной вентиляции легких и респираторной терапии. Контроль деятельности жизненно важных органов и систем тяжелобольных осуществляется с помощью высокоточных мониторных систем с возможностью изучения параметров центральной гемодинамики. В результате четкой организации лечебного процесса, медицинского ухода, в клиническую практику освоены и внедрены современные методы диагностики и лечения ОНМК, в том числе проведение системного тромболизиса и профилактики осложнений на основе принципов доказательной медицины и научно-технических достижений с использованием современной компьютерной техники. В отделении для консультирования больных крайней степени тяжести применяются телемедицинские и информационно-коммуникационные технологии. Кроме этого, отделение в круглосуточном режиме работы осуществляет анестезиологическое обеспечение плановых и экстренных хирургических вмешательств, проводит интенсивную терапию и реанимационные мероприятия пациентам, находящимся в критических состояниях. Специалисты отделения подготавливают и проводят общие регионарные анестезии при операциях, инвазивных диагностических и лечебных процедурах, а также обеспечивают безопасность пациентов в послеоперационном периоде. В год в отделении анестезиологии и реанимации помощь получают почти 1600 тяжелых пациентов, и еще 3500 пациентов проходят через операционные. В отделение внедрены все современные методики анестезии и интенсивной терапии. Широко применяются методики регионарной анестезии, эпидуральная, спинальная и спинальная эпидуральная анестезия. Контроль деятельности жизненно важных органов и систем во время оперативных вмешательств осуществляется также с помощью высокоточных мониторных систем с возможностью изучения параметров центральной гемодинамики, контроля глубины анестезии. Таким образом, современные оборудования методики, а также высокая квалификация сотрудников, позволяют хирургам выполнять самые сложные операции, в том числе у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией и сниженными функциональными резервами. Нелегкие, но благородный труд этих людей невозможно оценить. В отделении работают люди непростые, с определенной жизненной позиции, выносливые, ответственные, с невероятной мобильностью, внимательные и целеустремленные. Они пришли сюда по призванию. Другого не дано. Та высокая моральная, физическая нагрузка, которую испытывает медицинский персонал отделения, не каждому по плечу. Без них не проходит ни одна операция, в их руках все тяжелые больные. Зачастую ни пациенты, ни их родственники не видят, какую серьезную помощь проводят медицинские сотрудники отделения, как они борются за жизнь каждого человека, делают все, что в их силах. Позади целая, незабываемая, неповторимая эпоха. Каждый час, день, месяц, год – это своя история. 40 лет – мало это или много? Ясно одно. За это время бойцы невидимого фронта спасли десятки тысяч жизней. Впереди отделение анестезиологии и реанимации ждет новый этап развития. В этом году начнется долгожданный капитальный ремонт. После его проведения в отделении появятся современные оборудованные палаты, согласно требованиям. Чистые помещения помогут снизить риск развития инфекционных осложнений, а условия пребывания пациентов и работы сотрудников станут комфортабельнее. Коллектив с надеждой ждет и пополнения новыми специалистами, готовыми отдавать часть своей жизни ради спасения нуждающихся людей. Благодарим наших коллег за внесенный вклад в здравоохранение Азбеста, оказываемую круглосуточную квалифицированную помощь. Желаем моральных и физических сил, крепкого здоровья, финансового и семейного благополучия. Спасибо за Ваш труд! Продолжение следует...